здравствуй дорогой зритель добро пожаловать на наш канал рассада требует ежедневного ухода и практически ежедневного полива она уже большая и ей не хватает объема земли в стаканчиках да и давно уже пора высаживать в грунт но этим я займусь немножко позже видео поливая все здесь у меня и базилик и салат горошек кукуруза все решила поливать холодной водой обычно из-под крана потому что в дальнейшем именно так вся рассадой будет поливаться даже перец и батат тоже поливаю холодной водой кстати если ты впервые на моем канале то подумай над тем чтобы подписаться заходи в плейлист и там ты найдешь много всего интересного на улице у меня стоит рассада капусты и базилика стоит под укрывным материалом но все равно здесь рассада сохнет с такой же скоростью как и в теплице пришло время высаживать рассаду в грунт и начинаю я с горошка предварительно натянула сетку на шпалеры когда-то давно еще в прошлом году мы делали эти грядки для батата а в этом году здесь будут расти еще и другие культуры горошек буду сажать в два ряда с каждой стороны от сетки сажать буду довольно часто я его как вы можете помнить в одном из видео сажала на рассаду в кассеты предпочитая именно такой способ посадки практически большинства культур потому что мне не нравится сажать семена непосредственно в грунт так схожесть намного меньше получается и какие-то семена прорастают какие-то семена съедаются а посев горошка через рассаду мне нравится намного больше потому что я сразу знаю какое количество у меня проросло и уже отталкиваясь от этого занимаю грязку да возможно я проделываю двойную работу зато я наверняка уверена в том что у меня не будет пустовать место я сажала три вида горошка три сорта один из них горошек безлиственные он плетется сам по себе ему не нужна опора поэтому его сейчас здесь я высаживать не буду в общем сделала ровочек я рядом с сеткой пролила его водой разложила горошек через небольшое расстояние друг от друга ну а затем просто засыпала землей вот и все быстро посадила весь горох и сразу наглядно уже вижу сколько места у меня занято сколько останется свободным горох не сильно и недолго перебаливает поэтому во времени абсолютно ничего не теряет приживаемость тоже отлично еще ни один корень горошка у меня не пропал на очереди высадка острого перца в грунт так как у нас стоит сушь дождей вообще нету то предварительно я проливаю грядку затем делю ее на глаз но это была плохая идея кстати делить на глаз на несколько частей у меня еще тот глазомер лучше было бы если я натянула веревку и так было ровно но ничего страшного поделила я грядку на три рабочка несмотря на то что землю я заранее проливала она у нас все равно сухая поэтому каждый рабочек я еще выливаю по 10 литровой лейкой воды кстати грядка у меня это 5 метровая и начинаю высадку своего острого перца вначале я делала под каждый перец выкапывала отдельную лунку на затем сажала растения закапывала отмеряла опять расстояние и так повторяла процедуру но потом поняла что это слишком долго и очень мучительное высаживать 140 корней именно такое количество острого перца у меня было займет у меня много времени а тратить его так я совершенно не хочу поэтому я решила что этот ряд я досажу именно таким способом раз уж я начала копать лунки а следующие два ряда я буду высаживать уже совершенно по-другому я сделала глубокие ровки на намеченных мной линиях и в каждый ровочек через определенное расстояние я разложила перец перец кстати сажаю довольно часто ничего страшного перцы любят соприкасоваться корнями друг с другом урожай будет и я в этом полностью уверенно разложила по ровочкам ровочки также были пролиты но земля уже как можно видеть подсохла затем я ровки засыпала и сверху обязательно замульчировала свежей свежескошенной травой чтобы земля у нас меньше сохла вообще способ мульчирования мне очень нравится помимо перца конечно еще много чего нужно высаживать я решила что займусь высадкой тыквы высаживаю я ее на одно и то же место уже несколько лет подряд каждый год вношу на это место подстилку из-под наших курочек когда были уточки то есть под них тоже когда были перепел очки то и из-под них в этом году правда решила сократить количество тыквы потому что но мы ее все не съедаем и животные тоже ее всю не поедают поэтому на участке будет всего у меня 9 тыквы копаю небольшие лунки сразу готовлю маркеры потому что здесь есть тыква которую я хочу заметить у меня две прикубанские мускатные тыквы от разных фирм производителей и мне очень интересно будет их сравнить выращивала я тыкву тоже рассады корневая система у нее хорошая тыква тоже особо не перебаливает сажаю в лунку с пролитой предварительно конечно же водой сверху укрываю мульчой там попадается и куриный навоз и просто солома ничего страшного тыква не горит проверено сажаю таким способом уже много лет и не только тыкву но и кабачки я сажаю точно также на такие же жирные грядки все прекрасно растет и плодоносит и не требует излишней прополки и ухода потому что тыквы и кабачки это растение агрессоры и когда они разрастаются то сорняков под ними практически не остается помимо тыквы я тут посадила еще кабачки посадила их немного раз два и там вот три штучки три кабачка то всего получается на этой площади у меня пять кустиков кабачков будет пока даже над травой не заморачиваюсь кабачки должны разрастись и всю траву так же как и тыква они подавят они конечно немножко перебаливают листва у них светлая но одно хорошо что у нас сейчас погода немножко изменилась нету жаркого палящего солнца прохладненько поэтому приживаться им будет намного лучше но это тыковка моя полянка с тыковкой тут тоже и немного 9 штук думаю место и будет достаточно меня еще пустует вся вот эта часть потому что у нас там делается теплица она сейчас пока стоит не там где она будет стоять будет стоять ближе к этой теплице то есть напротив будут стоять обе теплицы не поэтому у меня притормозился момент с высадкой рассады но сейчас она каркас практически готов на данном этапе мы его оставим так потому что этом году не будем открывать карбонатом нам надо будет ее сдвинуть сюда впритык я займусь высадкой рассады потом уже возможно натянем укрывной ну как то так получится что будет стоять каркас но теплица полностью полноценно как теплица пока в этом году работать не будет а вот тут место все что останется у меня есть капуста я буду смотреть еще что у меня влезет в теплицу что нет потому что есть капуста уличные помидоры еще растюхи кукуруза очень много всего что нужно вместить но мне ощущать свободные грядки тут у меня стоят помидоры я их убрала из теплицы потому что теплицу высадила помидоры и их в срочном порядке нужно высаживать уже на улицу сегодня у нас небольшой выходной такой день ничего не делаем ничего не хочется нужно немножко отдохнуть после всего единственное что может быть вечером только теплицу подвинем тут средняя грядка пока еще занята здесь у меня помидоры я не снимала как высаживаю потому что я приболела и мне было не до съемок но и кому интересно я вставлю ссылку на видео как я сажала в прошлом году с того момента ничего не изменилось даже количество помидоров у нас не изменилось абсолютно вот этот весь перец у нас пойдет в каркас от теплицы потом возможно я его накрою тут заказывала рассаду базилик я говорила буду перестраховываться потому что может быть мне не получится базилик он конечно больше моего значительно больше размером вот и пять баклажанчиков они тоже выглядят получше чем мои баклажаны так что буду знать к чему следующем году стремиться еще должен был прийти батат уже время конец мая но батата еще нету тут у нас кстати огурцы которые уже срочно нужно высаживать в этой теплице посередине но опять таки все это не сегодня еще мне интересно вот у нас попалось такое растение вместе с саженцами я не знаю что это может быть кто-то в курсе мне кажется это какое-то однолетнее что-то наподобие вьюнка но я не могу понять что это мне очень интересно стало поэтому я пересадила его в горшочке вот кстати еще огурцы это корнишончики мои выходят один что-то застопорился один вообще не вышел в общем все уже ждет момента когда я начну массово высаживать но пока мы не переставим теплицу я это не могу сделать